Так, вечер добрый. У нас сегодня пойдет разговор на мастер-классе о любопытной опции. Я имею в виду корректировку данных и показывать я это буду на примере программы 1С управления торговлей. Я представлюсь, меня зовут Елена Гречко. Я, собственно, преподаватель центра специалист и веду пользовательские курсы по 1С. Ну и в том числе у нас есть вот такой вот курс 1С управления торговлей. Редакция 11.4 читается, оператор 1С. Ну вот ближайшая группа стартует как раз 1 июня. Собственно, что касается нашего центра, я знаю, что многие у нас учатся далеко не на одном курсе, а на многих. У нас действительно большое количество курсов, у нас большое количество оборудованных великолепным образом учебных классов. Кроме того, наш центр предоставляет гарантии. Это и гарантия качества, и гарантия результата, ну и гарантия сохранения средств организации. Расписание у нас составляется заранее на год, поэтому мы гарантируем им на четкое расписание занятий. Ну и естественно, что тоже немаловажно в нашей жизни, это гарантия безопасности. Но все-таки давайте немножко поговорим о той теме, которую я выбирала для сегодняшнего мастер-класса. Достаточно любопытная опция, я имею в виду корректировка данных. Кто-то ей пользуется, кто-то нет, хотя функционал полезный. Ну и в общем-то, что касается корректировки, речь пойдет о двух обработках. Это групповое изменение реквизитов и поиск удаления дублей. Ну, пожалуй, начнем мы разговор именно с группового изменения реквизитов. Здесь уточню, в общем-то, кто-то этим пользуется, кто-то нет. На самом деле, опция любопытная, как минимум, и очень полезная. Находится это в разделе НСИ администрирования. И вот в первой колонке в командной панели в группе администрирования есть ссылочка обслуживания. Ну и, собственно, корректировка данных. Групповое изменение реквизитов в этой жизни приходится применять, например, когда ведется учет. Ну вот, в частности, как раз на курсе оператора ДНС у нас рассматривается организация, в которой ведет деятельность актовая торговля. И мы рассматриваем ведение учета с нуля. То есть заполняем справочники, разбираем настройки, которые необходимы для тем курса. И в жизни бывает такая ситуация, когда программа приобретается, возможности у нее колоссальнейшие. Но бывает, когда то ли по незнанию, то ли там решили отложить на более поздний строк применение каких-то возможностей. И в результате оказывается, что уже введены справочные связи, что уже есть одно количество документов и прочее, прочее. И тут-то решили включить новый функционал. Вот как раз обработка группового изменения реквизитов, она в этих целях и может нами использоваться великолепнейшим образом. Как я уже сказала, находится это в разделе НСА, администрирование, группа команд администрирования, обслуживание, корректировка данных. То есть это классика. А потом я покажу второй вариант, который в жизни гораздо комфортнее, кстати, в некоторых случаях. Итак, обработка группового изменения реквизитов. Как с ней можно работать? В первую очередь мы должны выбрать объект, который нужно изменить. В качестве объекта может выступать, как видите, документ. В качестве объекта могут выступать справочники, например, графики оплаты, как видите, там всевозможные задачи. То есть, по сути, это основные элементы нашей с вами программы. Ну, например, начну с простейшего. Скажем, вот у меня в учебной базе было энное количество закупок сделано. Ну, и в том числе, в том числе, вот есть какие-то там накладные, зарегистрированные за поставщика. Достаточно востребованно бывает в некоторых случаях исправить дату у нескольких объектов. Ну, вот хочется мне у документов приобретения товаров и услуг и счетов фактуру установить, ну, скажем, текущую дату. Какие у меня есть варианты? Вариант первый, который никуда не годится. Это я могу просто открывать документ и исправлять дату вручную. Ради бога, благо программа это позволит. Здесь никаких изысков нет. Это, в общем-то, если у нас есть соответствующие права, то мы великолепнейшим образом можем с вами редактировать все, что угодно. И никто не мешает мне установить абсолютно любую дату. Ради бога. Но это не всегда будет комфортно. Не всегда будет комфортно. То есть я могу, повторяю, у меня для этого есть права. Кстати, хочу обратить внимание, я через несколько минут прямо уточню, что какие данные права конкретному сотруднику играет достаточно большую роль при работе вот с этой обработкой. Ну, вот я, видите, сижу развлекаюсь, меняю дату совершенно спокойно. Но у меня, естественно, вот такое исправление вручную никоим образом не будет воодушевлять, если документов достаточно большое количество. Значит, как можно поступить? Выбирается соответствующий документ. Давайте я, например, возьму счет фактур полученный. Следующим этапом я на закладочке реквизиты вижу список реквизитов, которые могу изменить. В том числе, вот видите, дату получения, дату составления. И вот здесь как раз и играют роль права. Права в программе могут настраиваться и ограничиваться достаточно тонко и достаточно серьезно. Работа с правами может быть проведена в конкретной базе. И если, например, у сотрудника нет права работы с каким-то объектом, например, сотрудник не имеет права исправлять дату, то тогда, тогда вот этого реквизита, вот этого реквизита в списке просто не будет. Просто не будет. И вот именно по этой причине актуально мое замечание, что я показываю это, работая на полных правах. Как видите, у меня программа запущена от администратора. Мы в списке выбираем реквизит, то есть, ну, я, например, дату получения. Давайте, ну, чтобы было покрасивее. И устанавливается какое-то новое значение. Вот хочется мне вот такое вот значение. Следующим этапом, поскольку это помощник, нажимается кнопка «Изменить реквизиты», программа обязательно выдаст дополнительный запрос, потому что я никаких изысков не указывала. То есть я сказала, смотрите, просто счет фактур полученный без всяких нюансов. И если я, не дай бог, соглашусь, то что будет делать программа? Она проведет исправление во всех документах счет фактуры полученных. Ну, благо, можно передумать в любой момент и все-таки задать какие-то дополнительные отборы. То есть не просто указать, что мне нужно внести изменения в документ счет фактуры полученных. А можно задать доп. отбор. Для этого в правой части есть вот такая ссылочка «Все элементы». И тут уже я могу задать дополнительные условия отбора. Вот смотрите, она мне сейчас показывает вообще абсолютно все счета фактуры, которые введены вот в этой тестовой базе. Но мне никто не мешает добавить дополнительные условия. Например, дата получения, скажем, меньше или равна начала этого месяца. Нет, пожалуй, так будет слишком много. Давайте я поставлю 20 мая прошлого года. Ну, у меня там есть документы за прошлый год. То есть вот таким вот образом. И обратите внимание, сейчас очень хорошо видно, четко изменился список документов. То есть если я отключаю отбор, программа, опять же, на это сразу же реагирует и показывает мне все счета фактуры. Если я включаю отбор, то я сразу же уже четко вижу список, который удовлетворяет заданному мной условию. В данном случае это все, что было до 20 мая 2020 года. Условия отбора можно добавлять несколько. Их можно в том числе и группировать. Ну, продолжим разговор. Соответственно, вот я указала доп. условия. Этому доп. условию соответствует пять элементов. Ну, и теперь все же я могу сказать, что мне требуется изменить реквизиты. Реквизиты. Вот он. Ну, немножко получается, конечно, полубезумная ситуация. Я имею в виду в плане исправления даты. Ну, вот они, видите, сейчас хорошо видно. Вот они у меня списочком пошли. Считав фактуры. Если я открою, вот она, текущая дата. При этом, при этом, дата реквизитов поставщика осталась неизменной, а вот дату получения, как я просила, мне программа установила текущую. То есть действительно бывает ситуация, когда надо изменить, ну, дата это вообще вопрос насущный в нашей жизни при работе в программах 1С. И в этом случае мы можем использовать групповое изменение реквизитов. Ну, как я уже сказала, групповое изменение реквизитов можно проводить не только с документами, но и, по сути, с любыми, практически любыми объектами программы. Ну, и в частности, например, с теми же справочниками. Ради бога, здесь нас с вами никто не ограничивает. И если я хочу, я могу великолепнейшим образом принести, например, какие-то изменения в справочник номенклатура. И, опять же, не ко всем элементам, а я могу задать дополнительный отбор. Ну, вот у меня я покажу просто, чтобы вы видели. В справочнике номенклатуры, определенное количество позиций введено. Есть какая-то офисная техника, есть какие-то тетради, есть какие-то авторучки. И вполне вероятно, что мне захочется применить вот это изменение, ну, это, конечно, даже не то, что вполне вероятно, а нормально, только к объектам, которые имеют определенный артикул. То есть изменить артикул. Например, скажем, если артикул не заполним. Не заполним. Как видите, у меня есть несколько объектов, у которых не заполнен артикул. Я могу даже дополнительно добавить условия отбора. Скажем, что это вид номенклатуры, непосредственно офисная техника. То есть только вот таким вот образом. Как видите, осталось всего три позиции. И далее я могу сказать, что мне нужно установить артикул, мне какой-нибудь. Вот здесь мы всяких изысков. Что хорошо, это то, что программа, в общем-то, в дальнейшем выполняет все в соответствии с моими условиями. То есть если я сейчас проверю, вот, собственно, даже можно не открывать позиции. Вот видно, что артикл установлен. Ну, о том, что он одинаков, сейчас речи нет. Тем более, что, в общем-то, бывает ситуация, когда у нас с вами артикл повторяется. Но начинал я разговор как раз про групповое изменение реквизитов с достаточно жизненного примера, что действительно была приобретена программа. По каким-то причинам изначально некоторые возможности было решено не применять. А потом возникла необходимость все-таки их применить. Та же постановка вопроса. Ну, вот, скажем, классическая ситуация. У нас в настройках CRM и маркетинг есть возможность вести учет по бизнес-регионам. Ну, вот, в этой базе изначально учет по бизнес-регионам не был включен. Я его включила вот как раз просто, чтобы продемонстрировать вот эту опцию. Учет по бизнес-регионам, он очень комфортен для работы. Это уже все-таки у нас с вами и элемент управленческого учета в том числе. И мне требуется для некоторых моих контрагентов быстро установить бизнес-регион. Вариант, ну, классический я уже показывать не буду. Есть более комфортный способ работы с групповым изменением реквизитов, который мне бы хотелось показать. Вот о нем, кстати, знают далеко не все, как ни странно. Вот смотрите, у меня в справочнике номенклатура, простите, в справочнике партнеры, присутствует энное количество контрагентов. Естественно, я могу каждый открывать и выбирать бизнес-регион. Ну, вот, я поленилась, ввела только один. Ну, для демонстрации, я думаю, мне его вполне хватит. Вариант первый, классический. Я могу отправиться в раздел НСА администрирования, соответственно, выбрать команду обслуживания, сказать, что меня интересует в корректировке данных групповое изменение реквизитов и что я хочу применить изменения, к примеру, к справочнику партнер и поменять бизнес-регион. Но, здесь мне придется задавать достаточно большое количество отборов партнеров. И у меня возникнут проблемы с этими отборами. Почему? Да потому, что вот у меня в образце, как видите, тут с десяток партнеров, а в жизни у нас их порядка двухсот совершенно запросто. И задавать отбор для того, чтобы отнести организацию к определенному региону уже понадобится в несколько этапов, то есть через, например, контактную информацию, город такой-то и так далее. А вот у меня сейчас вообще будут определенные трудности. Почему? Потому, что я, естественно, в учебной базе не тратила время на ввод контактных данных. Да и ни к чему это. Применение группового изменения реквизитов возможно следующим образом. Когда мы с вами открываем справочник, в данном случае, вот я открыла справочник партнера. И я знаю совершенно четко, что у меня есть несколько партнеров, которые относятся, которые относятся к региону Тула. Вот у меня там введен бизнес-регион Туг. Что я могу сделать? Я просто выбираю нужных партнеров, как обычно, то есть при нажатой клавише Ctrl. А дальше лучшая кнопка в этой программе, то есть это кнопка еще. еще. Это кнопка еще. И посмотрите, в меню, которое открывается по кнопке еще, в нижней части есть очень полезная команда. Она называется изменить выделенные. Как только я ее выбираю, посмотрите, у меня открывается помощник изменения реквизитов, но у меня уже задан отбор по партнерам. У меня уже задан дополнительный отбор, вот они три элемента, мне остается только указать новое значение. Все. Ну и нажать кнопку изменить реквизиты. Я думаю, вы со мной согласитесь, вот такой вот вариант, он выглядит гораздо красивее и гораздо быстрее, чем классическая постановка вопроса. если вернуться к моему первому примеру, соответственно, вот они мои счета фактуры, которыми я развлекалась и меняла дату. Обратите внимание, вот я правой клавишей нажала, здесь ничего вообще подходящего даже нет. Если я воспользуюсь кнопкой еще, то опять же у меня могут возникнуть проблемы, потому что команда изменить выделенные здесь в принципе как-то отсутствует. Обратили внимание? То бишь для некоторых объектов программы у нас с вами остается все равно только классический вариант, только классический вариант. Если говорить о справочных сведениях, то здесь конечно же гораздо практичнее использовать непосредственно именно то, что я вам показала, то есть эта кнопка еще и команда изменить выделенные. Остается только уже указать тот показатель, который мне нужно изменить, ну и нажать соответствующую кнопку. В этом способе, я думаю, вы со мной согласитесь, еще есть огромный плюс это наглядность, я сразу вижу результат. А если работать классикой, если работать классикой, то, конечно же, мне хотя бы для собственного спокойствия правильно отработала программа, то, что я просила или нет, мне придется все же потом заглядывать в справочник и проверять, так как я делала перед этим. То есть это вот первая опция, которая может нам с вами понадобиться в работе, особенно плюс, огромнейший повторяю, есть именно в том, что вот как раз я хотела привести пример с бизнес-регионом, когда для какие-то просто настройки, какие-то возможности, функционал программы изначально не применялись, а потом было принято решение их применить. конечно же, когда мы ведем с вами учет, мы его ведем не день-два, мы его ведем годами, объемы большие, и программа с этим справится, конечно же, гораздо быстрее и лучше, чем если мы будем это делать вручную, открывая каждую карточку и внося исправление. Но именно из-за настроек возникает еще иногда достаточно некомфортная ситуация в этой жизни я имею ввиду появление дублей. Например, в настройках по номенклатуре, в настройках по номенклатуре по умолчанию, когда программа устанавливается, включен контроль, контроль уникальности рабочего наименования и контроль уникальности номенклатуры по сочетанию значений реквизитов. Ну, вот, когда мы на курсе оператора ДНС обговариваем настройки, я всегда предупреждаю, что ни в коем случае вот эти настройки отключать нельзя, потому что мы с вами живые люди и если, скажем, тоже номенклатуру заполняет далеко не один сотрудник, вводит сведения по номенклатуре, хотя в идеале этим, конечно же, в организации должен заниматься один человек. Но если занимается иное количество людей, то возможно появление дублей. Появление дублей может, кстати, еще в справочнике появиться за счет некорректной синхронизации с той же бухгалтерской программой. Ну, и если в справочнике номенклатуры вводят сведения хотя бы несколько человек, как я уже сказала, мы все с вами живые люди, кто-то напишет белый хлеб, кто-то напишет хлеб белый. Ну, вот у меня для демонстрации работа с дублями как раз сейчас покажу. Смотрите в справочнике номенклатуры, я тут немножко поразвлекалась в авторучках. У меня, видите, есть две ручки гелевые и есть еще гелевая ручка. Ну, вот есть такое дело. И получается, что объект один и тот же, то есть я имею в виду чисто физически, были куплены у поставщика какие-то гелевые ручки. А в программе, в программе у меня соответственно три позиции. И с точки зрения 1С это три разных объекта. И получается, может возникнуть в жизни, кстати, жуткая неразбериха. Вот особенно вот с этими двумя строками. Почему? Потому что, например, сотрудник, который занимается закупкой, занимается закупкой, он закупая, создавая заказ или там регистрируя накладную за поставщика, здесь не принципиально. Сейчас я кого-нибудь просто выберу. будет выбирать ручку гелевую. Вот видите, скажем, человек регистрирует закупку, выберет ручку гелевую с кодом 2. Но мы же этот код так с вами не видим. а сотрудник, который занимается реализацией, не воспользуется, например, выписывая заказ клиенту кнопкой подбор и просто будет добавлять товары вот таким же образом, вручную, через кнопку добавить и укажет другую ручку гелевую. Но ведь с точки зрения программы это два абсолютно разных объекта и может сложиться постановка вопроса какая, что с точки зрения 1С купили ручки гелевую с кодом 2, а пытаюсь я продать ручку гелевую с кодом 19. То есть это два разных объекта и естественно это приведет все к чему? К тому, что программа скажет, что нужного количества ручек нет на складе, дальше мы начнем ломать с вами голову, решать, господи, да вот же они есть там со всеми вытекающими последствиями. Причем если я сейчас начну смотреть тот же складской отчет, чтобы вот вообще, знаете, коллеги, это классическая постановка вопроса, абсолютно, вот если случайно задвоили, а потом начинается, вот прям программа нехорошая, все у нас на складе есть, а отгрузку она сделать не дает, говорит, что нет нужного количества на складе. Как правило, если вдруг такая ситуация складывается, в первую очередь надо, конечно же, проверить, а не задвоили ли случайно. Почему на всякий случай хочу показать отчет вот с этими пресловутыми ручками гелевыми. Вы видели у меня в справочнике введены две ручки гелевые и одна название гелевая ручка. Но здесь мы с вами видим только то, что есть в наличии на складе. То есть возвращаясь к моему примеру, вроде ручки гелевые есть, но при этом получается, что я пытаюсь отгрузить, а мне программа говорит, ну вот пускай будет, да, там зеленая есть. Сейчас, секунду, хоть какого-нибудь клиента просто ухожу, чтобы не быть голосовным. даже хоть одну штук. Я пытаюсь ее сейчас отгрузить. Видите? Количества нет. В наличии ноль штук, ожидается ноль штук. Точно так же, если я все-таки спохвачусь, заклину, выберу соответственно другую ручку гелевую зеленую. Как видите, в наличии 70 штук. То есть задвоение особенностной манклатуры вообще в жизни достаточно страшная вещь. Именно из-за возникновения вот этой ситуации, когда вроде бы товар-то смотрим на складе есть, а когда пытаемся отгрузить, просто случайно выбрав не тот объект, мы с вами видим очень любопытную картину, что у нас на складе нет. Просто так взять, удалить, если я решу пойти по пути наименьшего сопротивления, для меня это тоже будет некомфортным. Почему? Потому что мне надо четко определиться, в частности, какая конкретно ручка гелевая есть в наличии. И вот здесь мне как раз и поможет работа с дублями. Делается следующим образом. У нас в разделе НСА администрирование все там же в командной панели группа команд администрирования есть ссылочка обслуживания. И все та же корректировка данных. Вот она, смотрите, это встроенный функционал любой 1С. Ссылка поиска удаления дублей. Логика здесь такая. Мы сначала определяемся, где программа должна искать дубле. Как видите, вот он. Ну, в моем случае это будет номенклатура. Далее. Я могу сказать, что мне конкретно нужно отобрать, то есть задать дополнительный отбор по умолчанию. Как видите, разработчикам предлагается типовой отбор, это не мое хулиганство, все, что не помечено на удаление. Ну, я могу точно так же, как и в предыдущей обработке, корректировке данных, я веду групповое изменение реквизита, я могу добавить какие-то дополнительные отборы. Совершенно справа. Но этого еще недостаточно. Здесь недостаточно определиться с отборами. Здесь еще мы должны определиться с тем, что должна проверять программа. Вот смотрите, сравнивать по умолчанию программа предлагает наименование, совпадает по похожим словам. Но это же ссылка, это же ссылка. и здесь я могу определиться, например, что вот артикул совпадает, то есть дополнительно добавить еще какие-то реквизиты, которые программа должна проверять. Ну вот с ручками гелевыми у меня там как раз наименование мне вполне подойдет. Вполне подойдет. Но при этом посмотрите, я могу и по виду номенклатуры, по наименованию для печати, то есть по сути это все основные поля карточки номенклатуры у меня сейчас перед глазами. Следующим этапом нажимается кнопка найти дубли, и вот дальше начинается самое интересное. Дальше начинается самое интересное. Почему? Почему? Потому что программа не просто находит дубли, но вот по наименованию у меня видите есть еще помимо ротча гелевых еще и тетради. В обязательном порядке проверяются естественно все, что было найдено программой, но в первую очередь на что стоит обратить внимание, что некоторые позиции сопровождаются флажочками, а некоторые вот такими вот стрелочками. стрелочка это так называемый оригинал, то есть это тот объект, который программа предлагает оставить. Ну тетради я оставлю, потому что как видите они у меня здесь разные, а вот с ручками гелевыми мне надо как раз разобраться. Ну и как я уже поясняла, если я просто буду пытаться это исправочник сделать, это помимо некомфортности доставит мне еще большое количество неприятностей, потому что мне надо будет смотреть и пытаться понять какие же ручки гелевые в документах использовались, а еще бывает знаете совершенно ужасная ситуация, когда случайно вот ввели две позиции номенклатуры и по ним и закупки были сделаны, потом по ним еще и отгрузки были сделаны и начинается вообще тихое сумасшествие в этом случае, потому что часть сведений висит на одной позиции номенклатуры часть сведений на другой. Чем великолепна обработка поиска и удаление дублей, она их не только находит, а посмотрите, здесь есть вот колоночка, которая называется информация, информация, то есть здесь я четко вижу, например, что у меня тетрадь 12 листов используется в 12 объектах программы, то есть в том числе и в документах, а вот с ручками гелевыми у меня четко программа проверила, выяснила, что вот она моя ручка гелевая, видите, значит, со стрелкой, то есть основной объект, оригинальный объект используется в 19 местах, ну то есть в документах в том числе, а вот эти вот ручки, они не используются нигде, но если вдруг у программы своя логика, меня она не устраивает, я всегда могу передумать, вот хочу я, например, то есть 1С мне сейчас предлагает естественно оставить в базе ручку, по которой проходили документы, которая проходила по документам точнее, а те ручки, которые по документам не проходили, просто удалить. Что я могу сделать? Я естественно все это оцениваю и если мне очень захочется, я могу оставить вот эту ручку гелевую, а остальное удалить. То есть это уже определяется непосредственно пользователем. То есть мы смотрим режимы программы и принимаем с вами решение. Ну как правило, как правило все-таки все-таки 1С предлагает достаточно разумный вариант, но исключение из правил есть, если столкнетесь и будете например искать дубли в справочнике физические лица, там конечно надо быть внимательными, поскольку у нас могут быть полные однофамильцы, а программа решит, что это один и тот же человек. То есть если вдруг вы будете искать, пытаться искать и удалять дубли справочники физлица, вот предельнейшая внимательность в противном случае получится, что программа в общем-то вам потом принесет достаточно большое количество неудобств. почему неудобства? что если мы говорим, что надо оставить только один, а дубль удалить, а на дубли присутствует еще какая-то информация, то программа ее сливает. То есть у 1С цель сейчас будет какая? Она оставит только один объект и всю информацию перекинет именно на него. Ну собственно вот я нажимаю кнопку удалить дубли. Результат будет выглядеть достаточно любопытным образом. Все, что я решила удалить, программа мне должна пометить на удаление. Вот смотрите, все найденные дубли успешно объединены в ручка гелевая номенклатура. То бишь в результате у меня получается вот такая вот постановка вопроса. Видите, мне 1С оставила только ту ручку гелевую, которую я определила, точнее я с ней согласилась, что это мой основной объект. Все документы, где она фигурировала в программе, опять же, вот везде осталась только эта ручка гелевая, а вот эти помечены на удаление. То есть мне их остается только что сделать. взять и окончательно удалить. Если, не дай бог, вот в жизни вы сталкиваетесь как раз непосредственно с дублями, потому что ситуация действительно очень неприятная, и вот я приводила в качестве примера купленная та и другая, мы это с вами потом начинаем разгребать вот это все безобразие. Дубли, конечно, надо удалять сразу. Ну, я сейчас просто, чтобы не тратить время, все-таки это прерву и нахулиганю с тетрадями. Значит, смотрите, что у меня сейчас получится. Я возвращаюсь к обработке поиска удаления дублей, оставлю эту же номенклатуру и наименование совпадает по похожим словам. То есть меня это устроит, как раз чтобы показать обработкой пользоваться коллеги. Надо очень аккуратно, это всего лишь машина. Вот смотрите, благо база тестовая, учебная, я могу позволить себе все что угодно и помучить ее от всей души. У меня есть энное количество тетрадей, 12 листов, 24 листа и 48 листов. Программа решила, поскольку я не совсем корректно определила, что мне нужно сравнивать, я оставила только наименование. Вообще-то у меня у этих позиций разные артикулы, разные артикулы, вот, но я не совсем корректно поставила условия. Она проверила, сейчас вот здесь четко видная логика, смотрите, тетрадь 12 листов используется в 12 документах, 24 в 12 и 48 в 13. Поэтому 1С предлагает оставить только тетрадь 48 листов. Давайте-ка я с ней соглашусь. Но я это могу себе позволить только по одной причине. У меня база тестовая, поэтому я здесь развлекаюсь как хочу. В жизни очень аккуратно, именно потому, что если мы примем с вами неправильное решение, то тогда в общем-то это будет чревато. посмотрите, программа выдает четко совершенно, не удалось заменить дубли на оригиналы в некоторых местах использования. То есть что делает 1С, когда мы с вами пытаемся удалить дубли, можно выделить позицию, видеть, что она не смогла подменить, где в документе установка цен номенклатур. То есть на самом деле, когда я согласилась с тем, что мне надо удалить дубли, программа сейчас чем занималась, она фактически во всех документах, вот есть ссылочка все места использования, во всех документах мне тетради 12 листов и 24 листа меняло на тетрадь 48 листов. Вот ведь какая незадача. и вот этот процесс, я бы сказала, необратимый в некоторых ситуациях, то есть если мы достаточно бездумно определились с условием сравнения, к сожалению, повторяю, происходит подмена, то есть мне программа уже в части документов, за исключением документа установки цен номенклатуры, везде подменила тетрадь 12 листов, 24 листа на тетрадь 48 листов. Вот крайне опасная вещь вот в этом плане. С одной стороны очень удобно то, что она перевешивает, да, проводит вот эту подмену, а с другой стороны, если я необдуманно, как я уже вам сейчас показываю, сдала условия, вот сейчас будет очень хорошо видно, что мне туда-сюда не бегать, видите, я заново запустила обработку, мы же перед этим с вами видели, что тетради 12 листов и 24 листа использовались в 12 документах, а тетрадь 48 листов в 13 документах, а теперь видите, картина поменялась, тетради 12 и 24 листа только в 3 документах, а тетрадь 48 листов в 21 документе, то есть вот такая опрометчивая замена, она, к сожалению, приводит к весьма печальной ситуации. Ну, вот, собственно, это то, что я хотела бы вам рассказать, ну, и возвращаясь к нашим разговорам, вот, я уже говорила, что мы совершенно не зря посвящаем достаточно много времени на курсе оператора ДНС тому, что разбираем настройки, потому что мы учимся не только вот вводить документы, то есть регистрировать накладные, регистрировать инвентаризацию на курсе, там, проводить закупку, отгрузку, но мы учимся работать в программе и в том числе очень важно от каких настроек в этой жизни что зависит. Ну, собственно, что касается вот этого нашего курса, что касается вот этого нашего курса, его продолжительность 24 академических часа, стоимость вы видите на экране, ближайшая группа стартует как раз 1 июня, 1 июня, курс практический, то есть это практика, практика, еще раз практика, ну, как видите, сейчас на слайде у нас есть достаточно большое количество вариантов обучения, которые мы можем предложить, это и очное обучение в классе, и очно-заочное, и индивидуальное, и, в общем-то, удаленно, то есть вебинар, и у нас есть открытое обучение, но каждый вариант обучения, он имеет свои плюсы, это как раз очень здорово, все мы с вами разные, и каждый может выбрать для себя именно тот вариант, который наиболее комфортен для обучения. Кроме того, вот еще хотелось бы уточнить, что у нас есть еще такое понятие, как комплексная программа, то есть когда мы предлагаем уже четко развиваться в направлении определенной специализации, то есть не просто научиться владеть документы, а уже стать именно экспертом в своей области, и вот курс, о котором я сегодня рассказываю, оператор 1С, он входит в комплексные программы эксперт по 1С-предприятию 8 управления торговлей, и специалист по 1С-предприятию 8 управления торговлей. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Может быть, вопросы есть какие-то? в комплексные 2С-предприятия 1С-предприятия 1С-предприятия 1С-предприятия